В прошлом году в областной детской больнице сделали больше, чем 7 тысяч операций. В Тимлику около 3 тысяч экстренных. По словам медиков, виды травмы значительной ступени залежат от часа года. В зиму шматня частных случаев отбывается подчас катания на тюбингах. Летом обычная справа – отручивание ядовитыми рослинами и грибами. На сегодняшний день самые тяжелые случаи – это те случаи, когда дети поступают либо падение с высоты. На данный момент это бич, так называемое падение из окон, когда дети, опираясь на москитную сетку, выпадают. Либо это тяжелые дорожно-транспортные происшествия. В связи с тем, что наступает сезон, теплая пора, количество вот этих случаев увеличивается значительно. И вот уже буквально за неполных два месяца мы видим о том, что к нам поступило трое детей с падения с высоты. Одна девочка с восьмого этажа, один мальчик с четвертого этажа. Небезопасными могут стать наводзвычайные дитячие арели. Сезон дворовых травм начинается с надыходом теплых ден. Подаденных Министерства Ахоу и Здоровья у 90% выпадков причина – недостатковый контроль дорослых. В центрах по профилактице дитячого травматизма об этом нагадывают обовязково. Сирот запрошенных на лекции – тяжарные женщины и молодые батьки. У некоторых уже есть опыт выхования неполнолетних. Але это не значит, что они могут продугледить усе ситуации. Когда ходить начал ребенок, да, нужно было просто ходить по пятам, потому что, например, моя дочь не умела группироваться. Она падала прямиком назад. Вот прям все ровно, как солдат. Другие на попу садились, моя падала столбиком. Поэтому мне приходилось просто вот так ходить. А проча занятка у непосредно у центра медики выступают так само у школах и дитяших садах. И усюда обовязково подкресливают. Трагедия отбывается на протягу некольких секунд. А ее наступствы могут застаться на усе житё. Дети глотают дробные речи, у тимлику в острые голки, трапляют под машины и отримливают тяжкие опеки. Причем ожоги у детей разного возраста. Маленькие дети – это ожоги больше все-таки по вине родителей, которые оставляют какие-то горячие предметы очень близко в зоне доступа детей. Либо пьют горячий чай и держат на руках маленького ребенка. Ожоги у детей более старшего возраста, когда дети становятся самостоятельными и сами начинают себе готовить. То есть это уже ожоги, стоп больше, когда они на себя что-то опрокидывают. Сегодня в области открыты три специализованные центры по профилактице детского травматизма. Два у Гомеля и один у Мазары. А про то, во всех детских установах Аховы Здоровья працуют профилактичные кабинеты. Зараз гомельские медики рихтуют еще одну программу. С открытием летних пришкольных лагеров. С наученцами тут проведут занятки под успешным ладе життя. Олег Сентюров, Ганна Кустачова, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».